ну что ж ребятки я всех приветствую сегодня будет довольно таки интересное видео в котором мы посмотрим блатной аккаунт на котором есть очень классные машины очень классные номера ну и конечно же бизнес поэтому ребятки если вам интересна данная рубрика покажите на этом ролике максимальную активность давайте наберем 200 лайков я буду очень сильно благодарен ну и конечно же не забывайте подписываться на канал но я у ребятки напоминаю то что играю на проекте amazing holy play на втором сервачке все ссылочки есть в описании поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной но при старте игры вам конечно же поможет мой промокод вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня за него получите 300 тысяч рублей но я вам ребятки могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита усаживайтесь поудобнее берите свой попить покушать и наслаждайтесь данным роликом всех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки сегодня у нас на обзоре очень интересный аккаунт который я давно хотел посмотреть хотел записать про него видео и наконец-то он добрался до бедя он добрался до моих любопытных ручек я не знаю какое будет название видео возможно это будет самый дорогой аккаунт который был за всю историю видосов возможно это будет самый блатной аккаунт потому что я сам не знаю сколько здесь стоит имущество но имущество здесь очень интересное дорогое и классное поэтому я думаю вам сто процентов должен понравиться этот ролик но я напоминаю то что передача аккаунта запрещена вам разит блокировка либо деактивация аккаунта поэтому аккаунты не передавать ой ребятки ребятки аккаунт просто такой охуенный я не знаю блин хочется реально материться хочется просто вам реально все показать рассказать но не знаю с чего начать давайте начнем по стандарту начнем именно со скиллов покажу вам какие здесь скиллы потому что я этого человека уже знаю давно когда только пришел 0 2 но что у него на аккаунте как и какие у него там скиллы и так далее я этого не знаю я очень хотел записать видос про этот аккаунт и большое спасибо кириллу моему тезке то что он согласился и так смотрим получается скиллы то есть дальнобойщик у него сотый уровень донор спермы 212 и алё 212 рыбалка 23 уборщик улиц 22 донор крови 121 нихера себе просто блин я удивлен честно я удивлен это мои настоящие эмоции потому что как я и сказал я ничего не знаю я буду смотреть аккаунт вместе с вами то есть я буду показывать свои живые эмоции деду это люто ребята просто ладно там дальнобойщик сотый но это нормально типа это стандарт но блять донор спермы 212 кирюха у тебя там рука и бать не отсохла еще и в обиду конечно 212 это с вообще пиздец и донор крови прин как он прокачался 21 я вообще не понимаю ребятки приготовьтесь я вам покажу сейчас такое то что вы просто будете в шоке вы скажете ни хера себе зачем он это сделал сколько он потратил денег как вы знаете сейчас идет розыгрыш новогодний там в котором очень ценные призы там видеокарты там плашки памяти автомобили игровые там и так далее и кирилл пирка для этого розыгрыша купил много билетов а именно 2444 билета он купил для того чтобы участвовать розыгрыша и того мы получаем то что он потратил на билеты 366 миллионов ребята я думаю вы понимаете насколько это серьезный пацанчик насколько это серьезный аккаунт то есть блять столько билетов я думаю нету ни у кого то есть это наверно самый такой заряженный участник розыгрыша ну что ж предлагаю перейти в винтарь я не знаю что здесь показать потому что здесь очень много всего просто давайте начнем с аксессуаров то есть у него есть получается рожки есть ворон черная сумка черная катана есть бронежилет новогодняя шапка респиратор черная шапка гонщика борода и летучие мыши я не знаю сколько этот скин стоит то есть я этот скин по моему нигде не видел по моему его нету магазине который сейчас на нем вот такой вот скин есть эти я не знаю нихуясь а чё это за скин ребята ну скорее что тоже какой-то эксклюзивчик если я ошибаюсь по скинам ребята исправьте меня в комментариях потому что я все скины не знаю так идем дальше получается вот такой вот скин есть вот такой вот скин есть мальчика маленького этот скин с ивента если не ошибаюсь это тоже скин с ивента этот скин стоит где-то я думаю лямов 15 плюс-минус этот скин с ивента этот скин стоит я думаю, тоже нормальных бабок, это не знаю, что за скин, скорее всего, тоже эксклюзивный, и Слава Мерлов, давайте посмотрим статистику его персонажа, то есть, вот, Кирилл Пирка, 78 уровень, почти уже, 79, данная сим-карта стоит где-то, я не знаю, сколько, возможно, там, 200 миллионов, возможно, там, 150, я не буду рису, потому что, честно, я не знаю, потому что, я сейчас скажу, там, 200 миллионов, вы скажете, да, блядь, она столько не стоит, там, жила-была, то есть, я цену не буду называть, сим-карта пиздатая, блатная, думаю, сами понимаете, то, что она стоит больше, чем 100 миллионов, наличные у него, получается, 97 миллионов рублей, также у него прокачаны, получается, сила персонажа, и выносилась персонажа, то есть, все на 100%, ну, а так, вроде бы, больше ничего здесь показывать нету, самое интересное, ребятки, это машины, бля, это просто пиздец, вы можете просто номера посмотреть, и уже понять, то, что, ну, это разрыв просто, это просто разрыв, и машин у него, довольно-таки много, ой-ой-ой, ребята, блядь, ребята, ребята, просто посмотрите на эти номера, то есть, эти номера стоят где-то, ну, минимум сотку, то есть, я не буду тоже называть, там, суммы какие-то, то есть, все номера, которые мы сегодня будем смотреть, вот, понимаете сразу, то, что они стоят от 100 миллионов рублей, как бы M5 F90 фулл зелень просто, M7, то есть, в общем, этот автомобиль стоит где-то, ну, 350 лямов точно стоит, то есть, 350 миллионов вместе с номерами, хотя даже дороже, тут еще рамки стоят, короче, 400 лямов, давайте так, давайте, бля, прокатимся, потому что я очень хочу себе стробоскопы, как бы, на машину, я просто себе тоже хочу на M5 очень сильно стробоскопы, и мне реально было интересно, как вообще это выглядит на этой машине, тачка прям, то, что надо, то есть, я одобряю, то есть, M5, конечно, было бы заебись, если были бы M5, но M7 смотрятся тоже пиздато, на самом деле, просто, у вас сейчас на экранах, понимаете, 400 миллионов, ребята, 400 миллионов у вас находится сейчас перед глазами, но это, как бы, только начало, я думаю, вы сами понимаете. Блядь, а какой его дом? Блядь, я не помню, какой его дом, блядь, вот этот или нет? Или следующий? Так, нет, это не его дом. Так, в поисках дома мажора, пацаны, помогите. Так, тоже не его дом. Блядь, откуда я выехал? Так, по-моему, отсюда, да? Или нет? Блядь. Я не понимаю, где мой дом просто, алло. Блядь, пиздец. Откуда я выехал? Отсюда, по-моему, или, дед? По-моему, отсюда. Блядь, пиздец. Заблудился просто, не знал, куда заезжать. Итак, следующий автомобиль, это Mercedes AMG GTR. Номера здесь Ольги девятки. Ну, такой автомобиль, я думаю, стоит где-то, не знаю, ну, 170 миллионов, думаю, точно стоит. Да, где-то 170 миллионов стоит, вместе с номерами, ну, может, 200. Просто я не знаю, сколько номера стоит, ребята, ну. Я думаю, номера от 100 миллионов, то есть, любой номер, самый блатной здесь, я думаю, от 100 миллионов. Тачка такая прикольная, бодренькая, то есть, нормально как бы едет, ничего плохого я в ней не вижу. То есть, ну, прикольная такая машина, как бы ничего лишнего, просто такой вот заряженный Mercedes. Mercedes, ой-ой-ой-ой-ой, следующий автомобиль, ребятки, это, получается, Гелендваген, вор девятки, как они просто на нем смотрятся. Вот это именно та тачка, на которой должны бодеть номера. Сразу же смотрим, ПТС, ого, а здесь реально скромненько, ребята, то есть, здесь просто такой Гелендозик, знаете, скромненький, но с пиздатыми номерами. Вот так вот газулю дал в пол просто и полетел. Не, ну, Гелик, я к нему отношусь, как бы, нормально, то есть, тоже прикольная такая машина. Здесь, как бы, да, ничего нету, скорее всего, неона тоже нету, просто первый чип, Nitro, номера вор девятки. Следующий автомобиль, это Mercedes Maybach, вот такие вот номера, ашки, девятки. И давайте посмотрим, что находится в этом замечательном автомобиле. Третий чип, аудио, Nitro. То есть, блин, старый, кстати, Maybach, давно их не видел. То есть, в основном, я заметил то, что люди ездят там на новых Maybach. Старый Maybach редко встретишь, а тут, видите, такая вот находочка. То есть, именно старый Maybach на таких вот номерах, ашки, девятки. Ну, я думаю, такой автомобиль вместе с номерами стоит, ну, 200 лямов точно стоит. Мне, кстати, старый Maybach нравится больше, чем новый. Какая у него максимальная скорость? 263. Бля, маловато, если честно, очень маловато. То есть, на первом чипе он едет где-то 230. Я теперь понимаю, из-за чего на нем теперь не ездят люди. Следующий автомобиль у нас Toyota Chaser. Номера вор пятерочки. Бодренько смотрится. Конечно, если их на М5 поставить, было бы, я думаю, прям очень бодро. Давайте посмотрим по ТС, то есть, здесь у нас получается первый чип аудиосистема. То есть, ничего прям такого крутого нету, кроме номеров. Номера здесь, конечно, да, такие блатные. Неонечка, скорее всего, здесь нету. Я так понял то, что у него ни на одной машине нет вообще неона. Короче, вот такой вот Chaser, ребята, стоит он где-то, ну, если с аудиосистемой просто, то где-то 40 миллионов он стоит. То есть, выглядит очень даже неплохо. Я, конечно, не особо любитель Chaser, но выглядит реально неплохо. Следующий автомобиль, получается, Porsche 911 в кузове 992. То есть, довольно-таки редкий автомобиль, который был на новогоднем ивенте в прошлом году. То есть, этих автомобилей, на самом деле, тоже очень мало. Я их вообще не видел. То есть, они тоже куда-то пропали. Первое время их было очень много, и потом они куда-то просто... А вот у Кирилла Пирки есть такой автомобиль. Хам девяточки, получается. Я думаю, то, что данный автомобиль стоит где-то минимум 100 миллионов, плюс номера, ну, короче, около 200 миллионов. То есть, скорее всего, да, пацаны, это будет, наверное, самый блатной аккаунт. Возможно, не самый дорогой по имуществу, но самый блатной это 100%. Ой-ой-ой, куда полетел молодой? Аккуратненько надо. Бля, а Porsche такой приятный, на самом деле. Очень приятная машина, на самом деле. Прямо очень приятная. Я себе аж такую захотел, на самом деле. Так, давайте максималку заценим. Ну, 286, ну, плюс-минус нормально. Но внешне, блядь, очень красивый автомобиль. То есть, ENB, блядь, реально, пацаны, я захотел себе Porsche купить этот. Блядь, реально, раньше было очень много, куда они все делись. Ну что ж, ребятки, следующий автомобиль, это BMW, получается, M4 в кузове G82. Если я не ошибаюсь, вот такие вот интересные номера стоят. М9, 777-й регион. Так, по тюнингу здесь получается первый чип, аудиосистема и нитро. 7 владельцев, как бы, ну, в принципе, нормально. Бля, реально, у него тачки все без какого-либо, знаете, там, колхоза. Просто такие обычные, там, особо без какого-либо тюнинга, не особо, как бы, яркие. Там, черные, серые, там, белые. Минималистические, то есть, ничего лишнего, даже неона нету ни на одной машине. Ну, как бы, M4, как M4, не знаю, что про нее рассказать. Ну, как бы, прикольная машина, прикольные номера. Ну что ж, ребятки, следующий автомобиль, получается, BMW X7 с номерами X4. То есть, да, по тюнингу тоже, ну, пиздец охуенно, ну, зато аудиосистема есть, не тросик, и уже хорошо. По факту, что еще надо в машине? Чтобы было нитро, аудиосистема и все. Как бы, третий чип стробоскопа, это уже, как бы, на любителя. Бля, ну, выглядит солидно просто. X7 сам мне, в целом, нравится. То есть, классная машина, очень бодро выглядит. Прям, внешне, прям, вообще, булочка. Если в будущем, тоже хочу приобрести такой же автомобиль. Данный автомобиль стоит где-то, ну, вместе с номерами, я думаю, тоже, там, где-то 170 миллионов. Ого, нихера себе зажигалочка, какая у него есть, смотрите, а? Да, это RX7. Вот такие вот номера, ребятки, R9, 777-й регион, то есть, выглядит реально бодро. Первый чип, аудио, нитро, тоже два владельца, как бы, нормально. Короче, ребятки, вот такой автомобиль, я не знаю, сколько он стоит. Я думаю, около, там, 70-80 миллионов, плюс, там, номера. Ну, лямов 150, я думаю, стоит данный автомобиль. Сумма, как бы, тоже внушительная. Ну, такая, чисто, дрифтовая машина, такая, дрифт-зажигалочка. Ну, и последний автомобиль в его автопарке, это, получается, Nissan GTR R33, но здесь ничего нету, просто обычный тюнинг. То есть, его с К6 миллионов, скорее всего, он просто выбил его с контейнеров и оставил себе. Ну, что ж, я думаю, с машинами, в принципе, все понятно. Также на аккаунте его имеется вот такой вот дом, который находится за моей спиной. Такой дом стоит где-то, я думаю, около 40 миллионов рублей. Автопарк, конечно, у него реально шикарный, я думаю, там вышло около миллиарда, это точно. Бля, пацанчику трошки помешали. Проехать, бля, извиняюсь, братишка, я здесь специально, я для красивого кадра. Ну, что ж, ребятки, куда же без бизнеса, также на его аккаунте имеется бизнес. Это аптека в городе Арзамас, который находится недалеко от перекрестка. Данный бизнес стоит где-то, ну, честно, не знаю, ну, где-то один миллиард точно стоит. Короче, ребята, я финку вам показывать не буду, но можете поверить мне на слово, то, что, как бы, там, я думаю, финка бодренькая.